Здравствуйте! Силы. Мы с вами помните о них сколько времени говорили? Говорили, говорили, потом как-то ушли в сторону. У нас тут мучили проблемы сохранения, да? Сохранения энергии, да? Куда пропадает лишняя энергия? Оказывается, переходит во что-нибудь, в тепло, например, да? Рассеивается каким-то образом. А вот механическая энергия сохранялась у нас. Импульс. Закон такой, который всегда сохраняется. Закон сохранения импульса работает всегда. Без всяких приближений. Важно только, что в эту систему входит, да? Он всегда остается импульсом. Не переходит в никакую другую форму. У импульса нет никакой другой формы. Вот. Силы. Вот силы – это то, как раз, что действует между объектами в момент, когда они взаимодействуют. Сила. Вообще требуется определение понятия «сила». Сила. Сила – это то, что приводит к изменению скорости тела. Вот как говорят. Вообще-то я много таких вот детских определений силы слышал в разное время, в основном в своем детстве. В разных книжках иногда немножко по-разному говорили. Значит, как вы говорили в одной книжке, сила – это причина изменения положения тела. Но это немножко неважная вещь, правильно? Причина изменения положения тела. Ну, вообще-то говоря, скорость… Скорость – это такое понятие. Скорость – это изменение координаты в единицу времени, да? Изменение положения, путь пройденный, да? Вот оно. То есть, если так уж и разбираться, да, вот так не очень глубоко заглядывая в жизнь, то причиной изменения положения тела является скорость. Мы знаем, что вот как, чтобы разогнать тело, нужно к нему силу приложить, потому что без ускорения вот ничего не получится. Но если уж тело разогнали, разве оно является причиной изменения положения тела? Вот это вот причина изменения скорости тела, сила. Ну, это хорошо, вроде как, да, это закон Ньютона, да? Ускорение пропорциональной силы обратно пропорциональной массе. Да, красиво. Но с другой стороны, ну вот, клавиатура всегда у меня под рукой, да? Она давит на стол. Сила у неё действует. У неё действует сила притяжения Земли. Но вот эта вот сила притяжения Земли явно не приводит к изменению скорости этого тела. Потому что эта сила уравновешена другой силой, да? Силой реакции опоры. Ну вот, между прочим, силы-то силы. Вроде как и не приводят. Они уравновесили друг друга, мы себя успокоили. Но кое-какие вещи произошли. Под действием силы притяжения Земли, значит, и силы реакции опоры под действием этих двух сил, тело на самом деле у нас деформировано, согласитесь со мной. Вот я вот сейчас сижу на стуле, и в принципе ситуация такая же, как и с клавиатурой. Меня тянет к Земле сила, да? Сила гравитации, сила притяжения, сила земного тяготения. И на меня действует сила реакции опоры, сила стула. И, честно говоря, я вот прям вот чувствую, ощущаю, ощупываю. Эти две силы сдеформировали моё тело. А вот так вот сплющился и размазался, да, понимаете? Деформация тела происходит. Да. Силы вот... А я никуда не ускоряюсь, никуда не бегу. Нет. Но я сдеформировался. И, в принципе говоря, при хорошем-то, значит, постановке дела, эта деформация может вообще быть разрушительной. Вы знаете, что вот высокие дома строят, да? Ну, понятно, бывают каркасы, небоскрёбы там с остальным каркасом. А вот попроще что-нибудь каменное. Вот когда-то в далёкие юные годы я бывал в городе Севастополе. И там всегда искусствовод объяснял, что Севастополь – город малоэтажный. Потому что он построен из местного камня, ракушечника. А этот ракушечник большой вес не выдержит. То есть сила, с которой сверху вниз давят верхние этажи, если бы это здание было бы очень большим, раздавило бы ракушечник, разрушило бы тот ракушечник, из которого первый этаж был бы построен. Вот так вот. Видите, вот сила тут всё-таки определяет. Она что-то действует. И она не меняет положение тела. Она не приводит к изменению скорости, но давит, да? Вот такая вот вещь получается. Так что дать какого-то такого простого наивного определения силы, вот я не берусь. Наверное, всё-таки сила – это очень сильная вещь, да? Такая сильная, такая фундаментальная, такая же фундаментальная, как, скажем, вот точка в геометрии, да? Вероятность в теории вероятности, да? Вот не определишь как-то вот однозначно. Вот одним как-то определением двумя-тремя не отделаешься. Просто вот когда имеешь дело с точками в геометрии, да? С вероятностями, да? При решении задач по теории вероятности. С силами при решении всяких физических задач. Физические задачи мы сплошь и рядом решаем. Малоэтажный домик-то ведь и без высшего образования можно построить, честно говоря, да? И так это очень многие-то, так сказать, на дачке что-то и строят, не заморачивая себя проектами, хотя, наверное, это не положено. Положено, наверное, утвердить проект там, где следует. Но, тем не менее, строят ведь, да? Сарай-то построить можно в ремянку, да? Можно. А там тоже силы надо учитывать, чтобы не развалилась, чтобы не повалилась эта конструкция. Вот так вот. Ну, это вот наша простая трактовка силы, как коэффициент. Как вот как раз вот в законе, значит, Ньютона, да? Вот она равнодействующая всех сил, да? Вот так вот она определяет ускорение. А масса? Масса это просто некий коэффициент пропорциональности. Вот в этой картине, да? И сумма всех сил, вот она, равнодействующая сумма. И вот проблема, как получить эту сумму. Сумму сил. Значит, ускорение, вообще-то говоря, равно нулю. Если сумма всех сил равна нулю. И если у нас, значит, речь идет вот о сидении моем на стуле, о лежании на столе клавиатуры, о стоянии где-то, вот я не знаю, на улицах города каких-то сооружений, домов, там, на заводе какие-нибудь там колонны органического синтеза, да? Это нужно все сделать так, чтобы сумма всех сил, которые влияют на эти объекты, была бы равна нулю. Иначе он повалится, да? Правильно, повалится. Сила всякие бывает. Ветровая нагрузка, например, да? Она деформирует конструкцию, да? Почему деформирует конструкцию? Потому что в конструкции возникает сила, действующая против этой ветровой нагрузки. Если такой силы не возникнет, эта сила прокинет, повалит, разрушит, да? Разрушит конструкцию. Ветровая нагрузка очень хорошо действует на разные высокие сооружения. Даже, говорят, они качаются верхние этажи. Вот там Останкинская башня, Эйфелева башня, небоскребы всякие, вообще просто высотные дома. Ну, такие, с большим количеством этажей. Вот так вот. Так, если у нас речь идет о равновесии двух сил, на тело действуют две силы, сумма их равна нулю. Это только бывает только тогда, когда, как говорят, вот, иногда так говорят, когда вот эти два вектора, F2 и F1, антипараллельны. То есть они направлены вдоль одной прямой, но навстречу друг другу. В разные стороны. И еще равны по модулю. Вот они уравновесились две силы. Это вот две силы действует равновесие, значит, силы тяжести, силы реакции опоры, да. Вот человек стоит на полу, что там еще у нас бывает, что-нибудь лежит на столе и так далее. Вот такая простая вещь. Это такая вот одномерная задача. Это очень просто. Когда речь идет о какой-нибудь сложной конструкции, вот я что-то помянул не злым тихим словом, мою Останкинскую башню и Эйфелеву башню и все, что хотите, и монумент Матери Родины на Мамаевом кургане в Волгограде, да. Вот, я все это упомянул. Это все огромные конструкции, да, на которые действует масса всяких сил. Не только силы тяжести, реакции опоры, но еще и ветровая нагрузка. О-о-о, какой там ветер-то там, да, как он ее может повалить-то на Мамаевом кургане-то. А ведь стоит ведь, да, значит, кто-то рассчитывал, а расчеты таких крупных конструкций весьма сложны, я вам скажу. Мы даже не приблизимся к ним, по сути дела. Ну, самые простые мы можем считать какие-то конструкции только. Значит, когда у нас сил больше, чем две, а конструкция наша, ясное дело, равновесная, вот, например, три силы. Когда три силы могут уравновесить друг друга, а вот только тогда, я вам скажу, как человек, сдавший аналитическую геометрию на первом курсе. Это возможно только в том случае, если все три вектора лежат в одной плоскости. Вот как. Только тогда они могут уравновесить друг друга. Ну, я-то это уже очень убедился многократно, я кучу задач на эту тему решал, а я вот попробую вам на пальцах объяснить. Вот, смотрите, у вас, у меня тут на картинке, так сказать, три силы. F1, F2, F3. И вот две силы, F2, F3, да, вот они, две силы. Кстати говоря, любые два вектора, какие хотите, лежат всегда в одной плоскости, правда? Они лежат в одной плоскости, любые два вектора лежат в одной плоскости. Потому что, вот смотрите, вот их общая точка, вот они F2, F3 идут из какой-то вот точки, это, кстати, в эту точку мы начало координат поместим. Вот, и кончики векторов, три точки. Всегда три точки, не лежащие на одной прямой, а эти три точки явно не лежат на одной прямой. Три точки, не лежащие на одной прямой, определяют плоскость. Нас это учили в школе по геометрии. Очень важная наука, кстати говоря. И благодаря этой науке, вот умом я дошел до этого, уже зная вот этот факт, а нам там всякие примеры приводили. Вот на треногу, вот если есть у нас какой-нибудь прибор точный, да, теодолит, телескоп, фотоаппарат, кинокамера, о, видеокамера стоит на меня смотрит, привет. Вот, они все стоят на треногах, потому что вот эти три точки всегда определяют плоскость, она не будет качаться. Стол у меня на четырех ножках, еще не факт, что он не будет качаться. И он не качается, потому что тут вот под ним подложен вот мягкий ковер, да. А сколько вот по жизни своей я подкладывал всяких бумажек, доминошек под одну из лапок четырехногого стола, чтобы он не качался, невозможно, иначе работать. Очень, очень такой случай-то типичный. А вот три точки всегда описывают вот у нее. И, кстати, очень важно из этого следствия идет. Если вы где-то вот поднимаетесь по какой-нибудь лестнице или там по, как это называется-то, по отвесной стене и окарабкаетесь, как альпинист, обязательно надо держаться тремя точками. Вот, две руки и нога, а третью ногу переставляйте. Переставили, закрепились, вот они, две ноги и рука, а третьей рукой следующей вот хватаете вот эту вот ступеньку. Вот. Вот для нас, для таких, как я, для неуклюжих, это очень важное правило. А вот будете держаться двумя руками, может, как флаг. Рука, нога, и так замотался. Очень неприятно. А не дай бог упасть. А каково? А ноги ломать? А ни к чему. Вот такие вот дела. Ну так вот, три точки всегда определяют плоскость. Два вектора, не лежащих на одной прямой, определяют, они лежат в одной плоскости. И смотрите, что получается. Я вам сейчас так без всяких формул докажу. Смотрите на картинку. Значит, два вектора F2 и F3 лежат, естественно, на одной прямой. Ну, где-то они как-то вот складываются вместе друг с дружкой, да? И у них, получается, лежащие, то есть лежат в одной плоскости, но не на одной прямой. Получается, и какая-то суммарная их, суммарная сила, сумма двух векторов, да? А вот вы векторы складываете, да? Как методом треугольника или параллелограмма, и суммарный вектор, сумма двух векторов будет лежать в той же плоскости, что и они, правильно? Вот они лежат в той же плоскости, что они. Прямая линия. Дальше. Это прямая линия. Раз эти векторы, все три вектора, уравновесили друг друга, вот этот пунктир идет, да? Вот вдоль этого пунктира, влево, направлена сумма двух сил, f2 плюс f3, и она уравновешивает с силой f1. Ну, а сила f1, значит, должна по той же прямой идти, да? А эта прямая лежит в плоскости векторов f2 и f3, значит, все три вектора лежат в одной плоскости. Правда, здорово? Вот так вот. Но сейчас будем эту задачку анализировать. Значит, как всегда, в таких случаях нас учат, введем систему координат. Введение системы координат, это, в общем-то говоря, некое такое искусство, которым владеют многие опытные решальщики задач, специалисты по решению проблем. Вот. Тут вот как надо, как-то вот так изящно направить, чтобы поменьше было всяких вот показателей. Если направить как попало, да? Что это будет? На эти как попало направленные оси, ну, они, конечно, взаимоперпендикулярны, ну, что ж мы уж там это... Это, значит, прямоугольная декартовая система координат. То, в принципе говоря, каждый вектор даст нам две проекции в этой плоскости на оси х и на оси х и у. А вот бы так выбрать эти оси, да, чтобы хотя бы один из векторов имел бы только одну проекцию, тогда работать-то будет проще, правда? Так у меня проекции сколько? Два проекции каждого вектора. Векторов три. Шесть в разных проекций. А так на одну проекцию будет меньше пять проекций. Пять, в общем-то говоря, величин, с которыми нужно будет работать. Не обязательно они неизвестные, но с ними надо работать, да? Ну, и вот я решил вдоль вектора х f1 отправить ось х, или, как правильно говорят математики, ось OX. Вот, ее так вот отправили, да? Ну, а ось у перпендикулярна к ней. Сейчас будем все это расписывать. Ну, вот в общем виде, значит, проекции выглядят так. Значит, проекции, значит, суммы векторов всех этих трех, f1 плюс f2, f3, векторов равна нулю. Это, значит, в проекциях на оси координат тоже вот эти вот проекции, сумма проекции всех трех векторов на ось х, f1, x, f2, x, f3, x, вся эта сумма алгебраическая уже, это сумма просто вот неких таких чисел, а не векторов, будет равна нулю. Сумма проекции на ось у, f1, y, f2, y, плюс f3, y, равна нулю. А мы так договорились, что вектор f1, он прям вдоль оси х идет. То есть f1, x, он и равен f1, равен длине этого вектора. Ну вот, избавились чуть-чуть покороче, хоть какое-то разнообразие. В одном из этих равенств, да, два слагаемых в левой части, а в другом три слагаемых. Ну, хоть как-то, хоть как-то вот это вот интересует нас, да. Вот. И, кстати говоря, из второго слагаемого следует, что f2, y, аккуратно, равно минус f3, y, да. То есть вот эти вот у проекции сил 2 и 3 равны друг другу. Логично? Я тут решил себе позволить f1 обозначить просто значком f. Вот. Вот f2, x плюс f3, x равняется минус x. Это вот проекция на оси х. Вот давайте сейчас я вернусь на несколько картинок назад, и мы увидим всю эту картинку, да. Значит, оси х направлена вдоль силы f1, а вот две другие силы лежат в той же самой плоскости, да, в одной плоскости с силой f1, да. Это мы уже на это делаем длинно, словесно, почти как Галилео Галилеевым все словами без формул доказывал. Время такое было. Вот они лежат в одной плоскости, причем под углами к этому направлению. Один под углом альфа, другой под углом бета. И вот эти вот проекции на ось х, вот сила f2 на ось х, f2x, чему будет равняться? Во-первых, она будет с минусом идти, f2, сам модуль вектора, на косинус альфа, минус f2 на косинус альфа, минус f3 на косинус альфа, это будет проекция на ось х вектор f3. А вот на ось у, тут вот какая история, f2 спроецируется, это что будет? f2 на синус альфа, она будет положительная, да? Он все-таки вверх торчит-то, да, не, вот в верхнюю сторону, вверх смотрит. А вот f3 будет минус f3 на синус бета, вот такая вот история, да, получилась. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас-то приготовил нам просвещение век. А вот они, косинусы и синусы. Я их и заменил, да? f2x плюс f3x, это теперь оказалось у нас f2 на косинус альфа, плюс f3 на косинус бета, да? Ну, а здесь вот они, раз они прямо противоположные, вот так они и есть, вот так они и живут, да? Так они вот и живут, друг друга, значит, должны они задушить, задавить, да? И легко вычисляется все. Дальше синус бета, синус альфа. Вот такая вот принципиальная постановка этой задачи, да? Друг с другом они связаны. f3, соответственно, то, что должно уравновесить f, вот он вычисляется, да? Давайте вот решим задачку такую. Это такая простейшая задача, да? Из курса теоретической механики. Но я словом теоретической механики называю, в общем-то, раздел механики, да? Просто механика, как физики. Есть понятие теоретической механика, и она имеет, так сказать, три смысла, три разных курса. Один курс – это в курсе общей физики. То, что школьники в школе проходят по физике, это можно назвать общей физикой. Физика вообще, как это общая? General physics, да, вот как. Общая физика, да? Как есть General electric, электричество вообще, General motors, моторы вообще, да, General. Вот. Генеральная совокупность, General совокупность, совокупность, общая совокупность. Это в статистике. Ну так вот, значит, есть в разделе, как раздел механика в общей физике, есть раздел теоретическая механика, это такая инженерная прикладная наука, которую инженеры изучают перед тем, как углубиться в глубины, в ужасы, но еще не самые ужасные ужасы, сопромата, гораздо ужаснее теория машин и механизмов. Т-М-М-М, тут моя могила, так студенты расшифровывают. Ну ничего же, вот. А у строителей называется строительная механика. Я даже не знаю, как они называют ни одного живого человека, который бы закончил эту науку, я даже и не встречал. А у науки очень тяжелая, довелось порешать задачки. Вот так вот. Так, и есть еще раздел теоретической механики, механики, как теоретические физики разделы. Механика, терфизика. Ну они все друг друга близнецы-братья, все у них общие, они друг у друга, значит, заимствуют опыты. Ну, физики считают, что это все у теоретической физики заимствовано, да? Хотя часто разрабатывали все эти методы, ну, применительно к теоретической механике, как к прикладной науке для инженеров. Так что физики иногда напрасно щеки-то раздувают. Ну, тем не менее, имеют право. И вот порешим задачу, такая классическая задача. На кронштейне подвешена лампа, светильник. Да, вот нужно вот около стены, да, подвесить светильник. Вот она такая лампа, тускло-поблескивающая, да, тяжелая, наверное, притяжелая. Ее земля к себе тянет силой F. Сила F. Тянет только к себе земля. Вот эту лампу. А лампу на таком треугольном кронштейне подвесили сбоку к стене, да? И вот еще такой то ли склад, то ли какая-то баня, да, вот. А около нее вот висит эта лампа, чтобы человек мог, значит, подойти, замочек открыть. А как, где ее больше повесишь, да? Вот оно висит, освещает. Такая простенькая конструкция. Между прочим, нужно рассчитать, как нагружены в данном случае вот эти вот элементы кронштейна. Видите, они даже цифрами обозначены. Горизонтальный элемент циферка 1. И вот такой вот, как это, укосина, так, по-моему, строители некоторые называют, укосина вот такая вот цифра 2. Вот. Ну, углы сделаны по 45 градусов, ну, чтобы для простоты, для понятности. Вот такая у нас конструкция. И следует выяснить, если вот на этот кронштейн, да, в точке подвеса лампы действует сила F, а, кстати, могли не обязательно лампу подвешивать, да хоть, я не знаю, хоть чего, хоть корабль, хоть пароход, да, подвесили, да, ну, какой-то груз висит, да, в конце концов, это может быть подъемный механизм, мы там что-то разгружаем из машины. Хоть картошка, хоть мешки с картошкой, хоть коробки с компьютерами, все равно. Вот эта сила действует на кронштейн, да, действует она. А что будет с элементами кронштейна? Ведь они могут быть в двух состояниях. Смотрите как. Во-первых, сжатие, во-вторых, растяжение. Тут еще есть одна деталька. Изгиб. Правда? Ну, узнать, что можно изгиб сделать, да? Изгиб. Но это не наш случай. Я вам сейчас расскажу, почему. Вот представьте себе элемент, вот этот кронштейн, цифра 1, который обозначен, вы его забили в стену, ну, как гвоздь или как штырь. И вот на краю, вот, он будет действительно сгибаться. А вот у них там, в этой самой науке, в сапрамате, у них придумана следующая вещь. Они говорят, все эти соединения шарнирные, не насмерть они сделаны, шарнир. Он может как угодно, значит, шевелиться. Незаделанные, да, называется. Есть такое условие, заделали в стену, да, заделаны в стенку, да? Это не наш случай. У нас в стенку не заделано. Он у нас шарнирно крепится, да? Вот он шарнирно крепится, вот все. Но треугольная конструкция, она жесткая. Треугольник, вот в нем есть два угла, вот как есть два угла, по 45 градусов, значит, четко третий угол 90 градусов. Есть вот такие вот, такая вот конструкция. Кстати говоря, значит, длины сторон треугольника, его жестко совершенно определяют. Совершенно. Он другим быть не может. По-другому как-то он разместиться не может, если только вы не будете деформировать его стороны там, да? Ну, мы в стену деформировать не собираемся, потому что изгибающих усилий к ним приложено не будет. Видите, какая тонкость в сопромате? Это теоретическая механика, сопротивление материалов. О, придумали, какие умные люди-то. Есть, конечно, изгиб у них в сопромате, но не в нашей задаче. У нас все это кронштейны. Этот кронштейн на шарнирных соединениях, да? Это, кстати говоря, бывает. Бывает, очень часто бывает. Я вам сейчас расскажу, где это бывает. Ну, вот взяли вы, помню, детский конструктор у меня такой был, да? Длинные такие планочки металлические, в них дырочки. И вы между собой их соединяете, ну, скажем, болтовым соединением. Собственно, тоже самый кронштейн, да? И вот, если это плоская картина, плоская система сил, ничего изгибаться не будет. Да, сжатие и растяжение. Вот обратите внимание, как это вот получается красиво, да? Красиво получается. Ну что, давайте решать задачу. Так, ну, понятное дело, придется ввести систему координат, да? Ну, вот, решили так. Очень нормальное такое направление для Си-Х сверху вниз. Потому что именно вниз тянет лампу сила земного гравитации, вот эта вот тяжесть, сила тяжести, по-другому сказать, по-школьному. Я уж так вам, как это, научно-популярность, сила гравитации и так далее. Нет, вот она вниз ее тянет. Так, ось Y хорошо направить от стенки. Вот сюда вот от стенки мы ее направили. Ну, просто выбрали два вот таких выделенных явно направления. явно они вот как-то для нашей задачи вот имеют какой-то смысл, особенно такое вот смысловое звучание, да? Вниз тянет, вот-вот от стенки, вот что-то так либо к стенке тянет, либо от стенки отталкивает. Ну, куда-то надо Y направить. Ну, решили от стенки, чтобы не в стенку направлять. Вот. Ну, значит, два этих штыря, два, простите, два элемента кронштейна, номер один и номер два, они деформированы. Вот это вот N, это сила их реакции. Обратите внимание, в силу того, что они, как написано, шарнирно закреплены, они не изогнуты. Они просто либо сжаты, либо растянуты. И вот если говорить, три вектора вот эти N1 и N2, в сумме они как раз уравновешивают третий вектор, вектор F, вектор силы тяжести, которая приложена вот к кронштейну. Они должны их уравновешивать. Ну, сейчас будем эту задачу хорошенько разрисовывать, да? Так, куда что направить? Сила F направлена вниз. Поэтому, как ни крути, какая-то из этих сил, N1 или N2, должна вот эту вертикальную составляющую, направленную вниз, компенсировать. Значит, сила N2, это сила реакции сжатого стержня, да? Представляете, как куда давит сжатая пружина? Сжатый стержень ничем не хуже сжатой пружины. Сжатая пружина давит в сторону, противоположную той, куда ее сжали. Если стержень сжат, вот она будет давить вот туда, вправо вверх, под углом 45 градусов горизонтальной поверхности, да? Вот, горизонтальному направлению, к оси Y. Вот она туда будет его толкать. И вот она будет создавать вертикальную составляющую, вверх направленную, которая будет компенсировать силу F, силу тяжести. Но волей-неволей, эта сила N2 создала составляющую вправо направленную, да? Ее придется компенсировать единственной силой, которая может быть направлена у нас исключительно влево, сила N1. Вот это значит, значит, у нас что же получается? У нас получается, что вот этот вот элемент горизонтальный, верхняя часть кронштейна, он у нас растянут, и поэтому вот он пытается, так сказать, сжаться, сопротивляется этому растяжению. А N2 у косина, она сжата, и вот пытается сопротивляться сжатию. Вот такое вот состояние, да? Вот такая вот задачка по теоретической механике. Ну, а дальше надо все спокойно проецировать на оси. На оси X будем проецировать, а на оси Y. Сила F на оси X. Положительное направление проецируется, да? Прекрасно. Сила N1, она перпендикулярна оси X, она направлена вдоль отрицательного направления оси Y. То есть на X она никак ничего. А вот N2, она направлена немножко вверх, да? Проекция ее на ось X будет такая. N2 на синус 45 градусов, только с минусом, да? С минусом. Да? А вот N2 на ось Y будет проецироваться, N2 на косинус 45 градусов, с плюсом. А вот N1 только на Y и проецируется, и будет минус N1. Так, ну давайте все эти проекции запишем. Вот она. Так обычно в термехе пишут, да и так и на курсе в физике пишут. Вот они, проекции сил на ось X, да? В положительном направлении F и минус N2 на синус 45 градусов. На ось Y. В положительном направлении оси Y N2 на косинус 45 градусов, об этом я вам только что сейчас говорил, и минус N1. Вот они получились, два уравнения. Два уравнения с двумя неизвестными. Дело в том, что F нам вроде как задано, да? Как некая такая величина, то, что мы собираемся подвешивать. В конце концов, вот если это задача для сопромата, а этот кронштейн играет роль некой строительной конструкции, под нее что-то подвешивать, светильник, например, или выполняет функцию какого-то вот крепежа для подъемного механизма, да? Сколько мы там поднимать будем, знаете, какую нагрузку. Вот больше такого нам не привезут, больше такой массы. Вот тяжелее, вот объектов для разгрузки у нас не бывает. Ну, значит, можно отсюда посчитать, какие минимальные нагрузки N1 и N2 будут испытывать стержни, из которых состоит кронштейн. Ну, соответственно, там специалисты по сопротивлению материалов по этим нагрузкам подберут подходящие размеры этих стержней, материал или стержни, я уж не знаю, как там вставить нам ударение теперь, материал, профиль и так далее. Это целая наука. Да, инженерная такая наука. А вот это нам надо рассчитать. Ну, что, нам только надо вспомнить про синусы и косинусы. Удивительная вещь. Синус – это ведь отношение противолежащего катета к гипотенузе, а косинус – прилежащего к гипотенузе. А вот треугольник прямоугольный, в котором есть угол 45 градусов, это значит, что в нем есть два угла по 45 градусов в прямоугольном треугольнике. 90 градусов – это прямой угол, а сумма углов равна 180 градусам. Если там завелся 45 градусов на угол, второй тоже 45 градусов. Так вот, синус и косинус, они равны друг другу. Корень из двух деленный на дву. Это в школе проходили. Ну, в общем-то, я мог бы вам это запросто доказать, но уж че уж, я как-то раз даже вам это, как-то раз даже вам про это повествовал. Хотя это тема скорее математики, чем нашей замечательной науки физики. Но физика целиком живет вместе с математикой. Физика – математические науки. Так называется это титулатура. Так, ну что там? Придется, чтобы N2 определить, делить силу F на синус 45 градусов. Ничего не поделаешь. Так уж получилось. Откуда нам это берется-то все? Сейчас давайте посмотрим. Значит, сила N2, она нам как раз умножит на синус 45 градусов, она уравновешивает F. И вот у нас получается N2 равняется F делить на синус 45 градусов. А N1 будет уже связан с N2, да? Правда? Он будет просто равняться N2 на косинус 45 градусов. На тот же самый корень из двух, деленный на два. Что же у нас тут получается? Вот оно, N2. 2F делить на корень из двух. То есть корень из двух F. Сила N2, сила, с которой сжимается у косина, сжата у косин, она, значит, в корень из двух раз, в 1,4 раза превышает ту нагрузку, вот, которая висит вниз, давит, да? Так, а N1? Ну что там? F, она будет равняться. Потому что синус 45 градусов и косинус 45 градусов равны друг другу. Они вот сократились. Вот так вот выглядит нагруженное состояние этой нашей конструкции. Вот так оно выглядит, да? Значит, N2 это больше, чем F, корень из двух F, а это просто F. Кстати говоря, это можно было делать немножко с меньшим количеством всяких расчетов. Сложить все эти силы методом треугольников, да? Вот оно. По методу треугольников. Вот у нас сила F вертикально вниз направлена, углы по 45 градусов. Отсюда мораль, что это у нас прямоугольный треугольник, причем равнобедренный. Катеты равны друг другу. Значит, F и N1 равны друг другу. А N2, ну, это можно вычислить, его потерями Пифагора, корень квадратный и сумма квадратов катетов. И тот и катет F, и этот катет F. Значит, корень из двух F. Корень из двух умножить на F. То есть примерно в 1,4 раза. раза больше, чем F. Но это у нас будет уже растяжение. Кстати говоря, игры с растяжениями гораздо приятнее, чем игры с сжатиями. Я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что, представьте себе, стоит некая вот стержень, колонна, линейка ученическая, да? Вы ее как-то вот закрепили тут, укоренили, а сверху начинаете нагружать. Если вы будете пробовать нагрузить линейку, вот так вот сжимать ее, что с ней произойдет? Только аккуратно нагружайте, не доем случае, как бы что ни случилось, как бы ничего не вышло, и вы ни себя не порадили. Она потеряет устойчивость и согнется. Рано или поздно. Это случится прежде, чем она сломается. Причем сломается, она после того, как согнется, она попарек переломится. Оно перестанет быть состоянием, это состоянием сжатия. Останет состоянием изгиба, и тогда сломается. На изгиб-то вот легко ломать, да? Попробуйте, возьмите там какую-нибудь палочку, да? Вот так ее разорвите, не получится. А об коленку сломаете. Очень даже запросто, да? Много дров наломали, называется. Да, вот так вот. То есть вот сжатие, очень опасное нагружение, что вдруг устойчивость потеряет конструкция и лопнет, да? А тут у нас получилось так, у нас растянута силой 2F, корень из 2F. И сжато силой F. Вот эта вот верхняя часть, она сжата, а та, значит, растянута, да? Как это будет происходить, если вдруг что-то случится? Вот эта сжатая сила, вот эта вот же сжатая, потеряет равновесие и согнется, да? И что согнется она, пошла сюда, вот этот вот изгиб, ну, сгибается же она, да? Пошел изгиб. Значит, вот этот вот косинус-то угла уменьшился, да? Косинус-угла уменьшился, да, и уменьшилась вот та сила и эта сила. Видите, как он скомпенсирует немножко, да? Вот такая конструкция получается более устойчива, треугольная, чем вот просто вот поставить на столб какой-то, вот, да, нагрузку, да? При том же самом весе. Так, давайте вот еще о чем поговорим, о силах каких. Вот у меня картинка есть, лифт, лифт, и в лифте стоит милая девочка, вот она едет в лифте к бабушке, везет ей в корзиночке, там немножко маслицы, например, да? А лифт, он стоит на месте, он не едет. Наверное, только что вошла девочка в лифт, и он еще не успел разогнаться. Ну, не будем придумывать страшно, что он застрял между этажами, да? Не будем. Что тут с ней происходит с этой самой девочкой? Ну, во-первых, на девочку действует сила земного притяжения, сила тяжести. М, Ж, вот это вот Ф назвали, вот то, что тянет вниз. А вверх на девочку действует сила реакции лифта, то есть пол лифта давит на нее. Обратите внимание, куда мы поставили точку на девочке. Вот здесь примерно в середине фигуры находится у человека центр тяжести. В принципе говоря, центр тяжести человеческого тела, вот как меня учили, значит, на борьбе, да, он находится примерно вот в области, так сказать, пупка. И вот если вы хотите бросить человека, значит, во время борьбы, да, вот это борьба, борьба, спорт, через себя, то надо упереть, с упором стопы в живот называется, то надо упереть как раз в пупок. Вот он как раз в центре тяжести, вот поднял его, и все, он никуда не свалится. Вот так, раз его как на рычаге, и перекинул. Да, вот есть такой, значит, прием, значит, в борьбе с самбо, вот так вот через себя перекинуть, с упором стопы в живот, потому что именно здесь находится центр тяжести. Это, кстати, факт, он имеет место быть, и он очень полезен не только тем, кто, значит, бросает через себя, значит, на борцовском ковре, но и кому нужно человека поднять, например, по какой-то причине, того же самого ребенка. За какое место его взять? Ну, можешь, за руки его взять? Не оторвутся же! Легкий он, потому что... Ну, вообще, чтобы аккуратно брать, ну, его надо брать вот где-то вот за эту часть, за живот, за спину, так, ну, вот аккуратненько, ну, совсем маленького-то, А большого человечка, ну, если вам, представьте, надо его откуда-то поднимать, там, да, снизу вверх, то вот тут, значит, пояс за это место, и надо за пояс поднимать, вот тут вот центр тяжести, чтобы он не кувыркался-то у вас на подвесе. Ну, так вот, девочка, вот тут мы, центр приложения сил как раз совпадает с ее центром тяжести, или с центром инерции, так правильно говорить, с центром массы, так еще говорят. Ну, это все, в принципе, очень близкие понятия. Центр инерции, центр массы, центр тяжести. Центр тяжести не обязательно будет совпадать с центром массы, все зависит от того, как вы движетесь, да? Это, так сказать, между прочим, да, как движется это тело. Ну, вот, если у нас девочка стоит в неподвижном лифте, это значит, что сила реакции опоры аккуратно равна силе тяжести, да? И вот это вот, на девочку действует вот сила МЖ, вот ее сила. Теперь представим, вот они друг другу уроновешивают. Простой такое векторное уравнение. Тут все понятно, да? Все понятно. Вот оно. F плюс N равно нулю, в силу того, что они действуют вдоль одной прямой, это самый простой случай, значит, N равняется минус F. В разные стороны направлены, сила F вниз, а сила N вверх, аккуратно, в разные стороны. Теперь представьте себе, что девочка поднимается в лифте. Да и лифт не просто поднимается, а он только-только сдвинулся, он движется ускоренно. Я не посадил специальную девочку в космический аппарат, то есть ракета-то, когда стартует, она достаточно долгое время движется ускоренно. Лифт-то долго не движется ускоренно. То есть долго в лифте перегрузку испытывать нельзя. Вот он, движется вверх. И что же у нас получается-то? Ускорение у нас есть, а он теперь уже не покоится. Теперь явно совершенно M, А, масса на ускорение, это равняется равнодействующей двух сил, N и F. И N причем больше, да, вот оно. N причем больше, она равняется, вот, значит, превышает силу F, да. Вот это вот ускорение, это то субъективное ощущение тяжести, которое испытывает девочка, поднимаясь в лифте. На самом деле, значит, сила тяжести, вот как сказать, субъективное ощущение тяжести девочки, поднимающейся в лифте, оно стало больше. На нее теперь действует не только вот сила реакции, сила реакции опоры стала больше. Вот я сижу, вот что, как я ощущаю вес? Ай, потому что стул на меня давит. Если бы я где-то вот так, так сказать, порхал бы в невесомости, ничего бы на нее не давило. Ну, меня не возьмут в космонавты, я знаю, но если бы я летал по орбите вокруг Земли, на меня бы действовала сила тяжести со стороны Земли, но я бы не имел веса, потому что я бы ни на что не давил там невесомость. Я вся бы сила тяжести расходовалась на то, что бы сообщать мне центростремительное ускорение, чтобы я по орбите вокруг Земли летал. Вместе с космическим кораблем, конечно, с этой самой, с космической станцией. Вот. Но меня в космонавта не взяли, и единственный способ, где мне вот можно испытать перегрузку или недогрузку, это лифт. Лифт, движущийся вверх, перегружает меня. Субъективно девочка ощущает вес какой. Значит, не только вот МЖ, но МЖ плюс АМ, А плюс МЖ. Вот перегрузка возникла. Вот она сила реакции опоры. То есть она должна удержать от падения, еще сообщить вертикальную составляющую. Это называется перегрузка. Кстати говоря, вот, значит, космонавты, очень популярная была в моем детстве профессия, всех космонавтов, когда готовили к полету, их первым делом испытывали на устойчивость к перегрузкам, потому что перегрузки во время полета, особенно если полет нештатно протекает, они регулярно возникают, ну, во время старта это более-менее штатные перегрузки. А представляете себе, если корабль тормозит в атмосфере, тормозные двигатели не так работают хорошо, как нужно, и вот торможение происходит достаточно резко. Вот это вот, ну, погасить скорость надо, короче говоря, да? Вот это вот, перегруз, кстати, испытывают не обязательно космонавты, но и летчики. Кстати говоря, можно устроить не перегрузку, а невесомость. Вот у нас тут девочка не падает в лифте, к счастью, да? Она вот поднимается вверх в лифте, да? У нее, вот так сказать, нагрузка возникает. А если бы лифт опускался бы вниз, например, да? Опускался вниз. А еще лучше, что опускался с ускорением свободного падения. Там была бы невесомость. Вот космонавты, когда готовили, значит, полет не только перегружали в центрифуге, чтобы выдержать организм, не выдержать перегрузку, да? То, что если не выдержит, ну, нельзя в космос лететь, да? Вот, тренировки. Но и учили их вести себя в невесомости. В невесомости тоже очень интересно, как вестибулярная аппарация ведет. Потому что наш вестибулярный аппарат, вот вся вот эта система позиционирования, она привыкла работать в условиях гравитации земной, да? Даже если мы плывем в воде, все равно гравитация давит. Вот. И вот, значит, это делалось в пикирующем самолете. Туполевский самолет пикировал, и во время пикирования какое-то время, значит, в кабине была невесомость. Вот. Кстати говоря, не знаю, чем это кончилось, японские строители, когда планировали постройку большой телевизионной башни в Токио, они планировали сделать в ней падающий лифт. Для того, чтобы в этом падающем лифте, он должен был какое-то время падать с ускорением свободного падения в состоянии невесомости, можно было проводить разные опыты технологические. Ну, скажем, выращивать что-нибудь в состоянии невесомости, кристалл какой-нибудь, да? Вот как это вот полезно будет или не полезно для практики. Ну, ладно, время наше истекло. Спасибо вам большое за внимание. Желаю вам удачи. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok